МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не расслышано о том, что вы у нас любознательный и активный собеседник. Так что к диалогу приступим через несколько мгновений. Благо, сегодня и тема есть хорошая, о которой можно долго и интересно рассуждать. Время эфира ограничено, но вы можете всегда, дорогие друзья, к нему подключиться. Это прямой эфир, поэтому вы можете позвонить по номеру телефона 99-45-45, дабы задать свои вопросы, поделиться своим мнением на заданную тематику. Или, если у вас нет возможности или желания позвонить по номеру телефона, то отправить свое сообщение на любой из наших интернет-мессенджеров, будь то телеграм, вайбер или ватсап, а номер телефона плюс 7-921-708-2006. Ну, а поговорим мы о теме серьезной, которая звучит чаще, чем хотелось бы и постоянно, я бы даже сказал, причем практически по любому вопросу, практически в любой сфере. Мы поговорим сегодня о коррупции. Собственно говоря, в последнее время, как у нас инфоповод, СМИ, очень часто пестрит информация о том, что уличены или подозреваются те или иные чиновники, властные структуры, в общем, патрицы мира сего и наши необъятные, их обвиняют в коррумпированности. Так вот у нас такой вопрос к вам, вовсе даже не философский. Можно ли сейчас абсолютно серьезно заявить о том, что Заполярье захлестнула война коррупции? Волна, простите, пожалуйста. По сравнению с другими регионами, я не думаю, что так можно сказать о Мурманской области. Факты коррупции, они, конечно, есть везде, но говорить, что Мурманская область – это тот регион, который действительно наиболее подвержен коррупции, конечно, нельзя. Давайте обратим внимание на то, что происходит в других субъектах Российской Федерации. Конечно, там более серьезные уголовные дела возбуждаются, задержание производится высокопоставленных должностных лиц. Здесь, в Мурманской области, пока такого не было. А вы знаете, какой регион у нас самая горячая точка в плане коррупции? Ну, я вам по цифрам сейчас, конечно, сказать невозможно, но давайте проанализируем сообщения средств массовой информации. В основном все-таки это регионы, южные регионы, особенно регионы Северного Кавказа. Ну, может быть, это связано в какой-то мере с менталитетом, который установился там. Говорит, что здесь, на севере или в среднем полосе уровень коррупции такой же, ну, не знаю. Можно, не можно, потому что все-таки есть статистические данные, которые фиксируются специальными службами правоохранительных органов, то есть отделы статистики, управления статистики, которые могут конкретно предоставить по цифрам. Мы берем анализ сообщений средств массовой информации. Если посмотреть, конечно, сейчас на слуху, это регионы, которые расположены в южной части нашей страны. Ну, на самом деле, радует та новость о том, что наш северный регион не настолько коррумпирован. Но любопытно другое. Постоянно в России есть несколько, вот как Классик писал, да, в России две проблемы. Дороги и люди с невысоким уровнем интеллекта. Так, если мы говорим о коррупции, то это один из тех вопросов, одна из тех, так сказать, строчек повестки дня, которая поднимается, ну, просто регулярно, на срезе любых лет, каких ни посмотри. И как бы ни менялось, наше государство, как бы ни менялся мир вокруг, кажется, что мы стоим на какой-то одной мертвой точке. Если вот взять мировой пример, например, взять Сингапур, ну, понятно, что далековато, конечно, от нас, и меры, с которыми они боролись, они были категорически радикальными, когда новый человек пришел к власти, он пришел со своей небольшой армией и выгнал всех, вплоть до своих родственников, братьев и сестер, всех отправил ссылку, чтобы, так сказать, никто не попытался залезть в карман по, ну, как вот это бывает, рука руку греет, брату 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 и так далее. И вроде бы как действительно они избавились, но методы абсолютно диктаторские и варварские. То есть, в современном обществе сложно представить еще один подобный пример и как это возможно реализовать. Но этот пример, по сути, получился действенный. Я вот, я сейчас объясню, к чему я веду вопрос. То есть, приходит такой командант с толпой вооруженных боевиков и просто меняет порядок в стране, маленькой, небольшой, превращает ее в достаточно развитое государство, где, кстати, очень высокий уровень медицины и так далее, но его методы не принимаются мировым сообществом. Как происходит борьба с коррупцией у нас сейчас? То есть, появляются дополнительные органы, какие-то новые способы, слежки, выяснения. Можете я вам это немножко рассказать? Ну, смотрите, работа-то на самом деле ведется серьезно со стороны государства. Просто эффективность не всегда отвечает тем задачам, которые изначально поставлены. У нас основное направление – это, конечно, усиление законодательства. Я имею в виду с точки зрения уголовного кодекса, когда идет усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений. Есть также и широкий спектр воздействия со стороны гражданской правовой ответственности. Это в том случае, когда, например, выявляются факты получения имущества либо денежных средств, когда на них может быть обращено взыскание, в том числе при расследовании преступлений, либо в том случае, если установлено, что эти имущества, либо эти деньги были связаны с совершением правонарушения тоже коррупционного. Я имею в виду с точки зрения административного правонарушения. То есть спектр очень широкий. Борьба ведется на всех направлениях. И с точки зрения муниципальной и государственной службы, с точки зрения гражданской правовой ответственности, с точки зрения административной правовой ответственности, с точки зрения уголовной правовой ответственности. Но давайте так вот попробуем. Вот вы привели хорошее время в Сингапуре. Кстати, это очень хорошее, развивающееся сейчас, очень серьезное место, где можно действительно и бизнес строить, и по-нормальному развиваться. Без жестких мер, как в Сингапуре, я считаю, в России тоже поступить невозможно. Потому что безнаказанность, то есть когда те органы, которые призваны бороться с коррупцией, сливаются с теми чиновниками, которые допускают правонарушения, это есть. И сейчас я вам буду яркий пример сообщения средств массовой информации по делу Арашукова, сенатора. Давайте посмотрим, кто, опять же, приближенный, так скажем, кто проходит рядом с этим уголовным делом. Это руководители правоохранительных структур, в том числе Следственного комитета, на котором возложена обязанность по расследованию дела коррупционных правонарушений в преступлениях. Получается, что в процессе решения проблемы возник очередной симбиоз. Вот видно, есть признаки этого. Сейчас так сказать, конечно, нельзя. Это очень грубо со стороны. Дело расследуется, еще много чего там необходимо сделать по этому уголовному делу, допрашивать людей и так далее. Но получается так, что тот, кто отвечает за борьбу, почему-то оказывается вовлечен в эти коррупционные правонарушения. Возьмем также и расследование уголовного дела по Москве, когда руководители подразделений, которые специально созданы в подразделении по борьбе с коррупцией, сами совершают преступления в этой сфере. Это как злая ирония. Злая ирония России. То есть, получается, проблема, она настолько сидит глубоко, что она практически питается в ДНК. Вот как проблема менталитета общего целого. Ведь когда говорят о коррупции, такое само слово, даже его структура, принято считать, представляет что-то объемное, что-то большое. То есть, коррупция, представляет чиновник, представляет какой-то огромный орган, очень большие денежные средства, огромная власть и так далее. Хотя, по сути, если попытаться понять, как это вообще действует, этот вопрос в России, мы можем, как в банках микротранзакции, говорить о микрокоррупции. То есть, в самых маленьких моментах, от школьных учреждений до магазинов, до маленьких фирм, каких-то небольших организаций, где просто одного взяли по знакомству, другого по знакомству убрали, этого человека нужно продвинуть, этого человека нужно сделать зарплату вне списков, вне бухгалтерии, про ее провести и так далее. И ведь это происходит повсеместно, практически везде. Абсолютно верно. Смотрите, пока у нас в головах не сложится, то, что делается не по знакомству, а делается для всех одинаково, пока все не станут быть равны перед законом, точнее, пока у людей в голове не сложится вот такое сознание общества. До этого момента мы ничего не сможем сделать, потому что начинается со знакомства, где-то, вы правильно говорили, школы, какие-то другие учреждения, медицинские учреждения. Там, давай, посмотри пораньше моего брата, свата и так далее, чтобы ему оказать медицинскую помощь. Пусть там все остальные подождут, бабушки, дедушки, дети, кто угодно. Мне вот интересно, чтобы сейчас вот этот вопрос решить и потом уже со всеми остальными разбираюсь. Вот с этого начинается. А оно потихонечку перерастает же. Формы, они приблизительно одни и те же. Я хочу получить какую-то выгоду для себя, готов отблагодарить там, причем на каком-то бытовом уровне, а в итоге это перерождается в то, когда миллиарды находят в квартирах наличных денег. У нас есть звонок прямо сейчас. Точнее, был звонок 994545, если хотите подключиться к диалогу. Да, вы знаете, был пример где-то года полтора назад, бытовой такой вот небольшой, маленький, когда мне нужно было пройти определенную медицинскую процедуру, и я никак не мог попасть. Дело в том, не в том, чтобы это было сделать бесплатно. Нет, не в этом дело. Просто, ну, это как записаться к донтисту в бесплатную клинику. Вот я, допустим, вторую неделю пытаюсь это сделать, у меня просто не получается. И автоматически, ну, то есть я с удовольствием бы воспользовался возможностью записаться вне очереди. И ведь ловлю себя на мысли, что, получается, я ищу вот ту самую лазейку, потому что до этого объясняют другие компетентные врачи. Вот полтора года назад был определенный случай, что если ты хочешь попасть к этому человеку, это можно сделать, однако не забудь на следующий день принести то-то, то-то. Условно, там, какой-нибудь хороший, игристый напиток. А я спрашиваю, зачем? Почему? Я же платно это прохожу. Это традиция. Традиция. Традиция в структуре. Но как мы можем говорить о коррупции в целом, если у нас есть традиционный уклад, обряды, привычки и правила, которые писаны из уст в уста сарафанным радио? Вот, смотрите, пока я вернусь, да? Да, конечно, конечно. Как бороться? Вот именно к борьбе. Мое личное мнение, убеждение, это то, что бороться можно только путем увольнения практически всего руководящего состава, правоохранительных органов, я имею в виду федерального центра, для того, чтобы можно было поставить новых людей, которые не будут обладать хотя бы на какой-то промежуток времени связями с другими государственными структурами, с другими должностными лицами, и которые будут самостоятельно и объективно разбирать складывающиеся ситуации. Потому что если будет все так же, то есть будут те же самые люди, то тогда ничего не изменится. Ну, опять возвращусь к делу Арашукова. Сейчас говорят в средствах массовой информации о том, что там преступления совершались несколько лет, даже свыше 10 лет. Свыше 10 лет. Да, ну и суммы, соответственно, там хищения очень большие. Ну что, за это время никто не видел. И сейчас мы говорим, неожиданно у всех открылись голоса. Вдруг мы просмотрели цифры после точки? Такого не бывает. Такого не бывает. Если оно есть, то оно есть. И если кто-то хочет бороться с этим, то, естественно, поборется. И поборет. Вы знаете, я в общем и целом солидарен с вашим мнением, даже, наверное, более чем. Однако мне любопытно. Вы ведь как считаете? В современных реалиях это вообще возможно? То есть мы, когда говорим об устройстве государства, мы имеем в виду механизм, да, где каждая шестерня, каждый элемент, соответственно, один за другой и так далее. И вы говорите о полном обнулении определенного реестра. То есть мы всех вынимаем, целый кластер оттуда вытаскиваем и ставим новые абсолютно людей, которые еще не знакомы с тем, с тем, с тем. Здесь не успели вместе в баню сходить, тут не успели вместе в гольф поиграть. Но на момент, когда мы вынули один отсек и в промежуток пока не вставили другой, разве наша система не устроена таким образом, что она просто перестанет работать? Вот этот промежуток произведет какой-то хаос. Понимаете, административный аппарат, который существует вообще в любых практически государственных органах, он не столь значим для низкого и среднего взгляда. То есть если мы говорим уровень федеральный, если убрать какое-то количество определенных людей, это руководители. Их место займут сразу же другие люди, более современными взглядами, уже подготовленные к борьбе с коррупцией и так далее. Это будет незаметно. То есть работа системы не станет, потому что все сотрудники, которые действительно осуществляют свои функции ежедневно, они никуда не денутся. Уберется только административный персонал. Административный персонал, который не всегда необходим для решения оперативных каких-то задач. Потому что, если, как вы сейчас сказали, это очень краткосрочная перспектива. Ну, вот вы говорите, если убрать, это очень мало. За это время не будет такого большого количества оперативных задач, которые должны быть вовлечеными на руководители. То есть пока основные вопросы будут решаться основным действующим составом, люди, которые там условно решают, очень большие вопросы, этот момент времени может подождать. Конечно, конечно, абсолютно верно. Просто для этого нужна политическая воля, воля государства для того, чтобы полностью резко обновить. обновить состав правоохранительных органов когда-то. Я понимаю, что сейчас идет тенденция к тому, чтобы медленно процедурами вот обновлять эти все системы. Но вот эта медленность, ну, малая скорость обновления, она не всегда оправдана с точки зрения эффективности. Иногда резко действовать тоже нужно. О резких действиях, об эффективности и о страхах людей превратить подобную структуру в многоголовую гидру, уберешь одну голову, на ее месте появятся две другие, мы продолжим обсуждать после короткого рекламного ролика. Дорогие друзья, не переключайте телеканал, не переключайте FM-волну, открытая студия вернется к вам буквально через полторы минуты. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканала Арктик ТВ. Меня зовут Николай Дукмас, в гостях у нас сегодня прокурор в отставке Алексей Кругли. Дабы подключиться к нашему диалогу, вы всегда можете написать свое сообщение на любой из наших интернет-мессенджеров. Телеграм, Вайбер или Ватсап по номеру телефона плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Или позвонить в прямой эфир и пообщаться с нами лично, так сказать, тет-а-тет. Телефон студии девяносто девять сорок пять сорок пять. И, собственно говоря, есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Николай, я, в общем-то, постоянный слушатель и... Здравствуйте, Николай. Озвучите, пожалуйста, свой вопрос. Итак, Алексей, в принципе, хочу вам сказать, что вот вас анонсировали как бывшего, а бывших, в общем-то, как мы знаем, не бывает. Допустим, ваш вопрос, Николай, пожалуйста. Я бы хотел напомнить, в общем-то, Алексею об истории о Мурск и откуда-то взявшейся новой управляющей компанией в Пермонавском округе. Ну, пробел ЖСК, которая сейчас по второму кругу начинает собирать, в общем-то, с якобы должников через продажных судей на генерала Вадесе, повторно их задолженности. Хорошо, попробуем прокомментировать это сейчас, Николай. Спасибо большое за звонок. Я так понимаю, речь идет об одной из организаций, которая как раз-таки... Ну, споры управляющей компании и дальнейшая передача долгов каким-то другим компаниям, я приблизительно понял со слов Николая, о чем идет речь. Это действительно проблема. И эта проблема, она тоже, мне кажется, в какой-то мере связана с какими-то неправильными действиями со стороны должностных лиц. Где-то кто-то, может быть, закрывает глаза на совершение этого рода действий. Может быть, правоохранительные органы, органы полиции в данном случае не дорабатывают, потому что 10 раз взыскать одно и то же вообще категорически нельзя, если берем именно правовую систему. Но как это происходит, это уже совершенно другая тема, Это непосредственно надо разбираться с каждым вот таким случаем. Я согласен с Николаем, что двойного взыскания с одного и того же человека за уже оплаченные услуги не должно быть ни в коем мире. Было несколько дел не в нашем регионе, но, я думаю, случаи распространенные по России, когда также меняется, грубо говоря, управляющая компания и популярный инструмент о перепродаже долгов, когда идет другим организациям, которые уже сами этим разбираются, коллекторские службы и так далее. И тот бюрократический аппарат, о котором вы уже не раз упоминали, о том, как он работает, насколько это сложная, громоздкая махина, похожая на вот это самое болото. Не сочтите за грубость, просто это самая удобная аллегория в плане того, что в нее тяжело погрузиться и очень тяжело из нее выбраться, найти к просвету. Был случай, когда вот были закрыты долги, скажем так, мы возьмем 10 человек, 7 из них долги закрыли. Но эти долги считаются все одним проектом, он перепродается и всем тем трем, которые еще не успели оплатить, им высылают уведомления и тем семерым тоже. Потому как это один такой, грубо говоря, одна папка, которую вытащили, переложили в другой стол, в другой документ. Да, Николай, вы правы. Так случается очень часто и Николай еще упомянул о судьях, но вот как раз Алексей об этом и говорит, что мы ни на кого не можем указать пальцем, но примерно представляем о том, как это все выглядит. Поэтому надо в этих ситуациях, когда действительно чувствуется, что ущемляется права, необходимо писать, жалобы как минимум, обращаться в правоохранительные уровни, требовать и добиваться результата. Надо учить гражданам работать государственный аппарат и сотрудников правоохранительных органов на граждан, на государство и на граждан. Не так, чтобы они сидели и думали, как заработать зарплату непосредственно себе только, а работали именно на граждан, на тех, кто платит налоги, за счет чего и содержится само государство в целом. Поэтому пишите, Николай, и в любом случае надо пытаться разбираться. Если есть такие факты, то надо обязательно об этом сообщать и как можно активнее действовать. Спасибо большое за ответ. Раз уж мы заговорили про граждан, вопрос тоже довольно любопытный. Мы говорим сегодня о коррупции, мы говорим о взятках и случаях, связанных с ними. Абсолютно ясно, что движет людьми, которые эти взятки берут. Во-первых, насколько я понимаю, так было всегда, испокон веков власть опьяняет. Убоительный процесс, который как-то видоизменяет любого человека, даже бывает, ну, может изменить любого человека, даже с абсолютно ангельскими взглядами на жизнь, благородством и человеколюбием. До мизантропии доходит редко, но тем не менее, вопрос популярный и ответ на него такой же. Однако на имя жаждет это чувство власти, желание обогатиться, их алчность и, возможно, возможно, даже я, это я уж предполагаю, адреналин, азарт от того, чтобы быть, так сказать, непойманным, лавировать между всего этого аппарата. Но почему люди, которые, почему люди дают взятки? Вот, нет, мы как раз просто за эфиром чуть-чуть вот начали на эту тему говорить, просто любопытно, в вашем. Ну, так мы с вами говорим о болоте, потому что, если ты пытаешься законным путем что-то сделать, то тогда у тебя ничего не получится. Ну, либо будет получаться с очень большим скрежетом, со сложностями, да, ну, не обо всем, конечно, могу говорить, но об определенных сферах, на правоотношениях приходится говорить именно так. Потому что, действительно, если человек не может быть равным перед законом, если кто-то ровнее перед законом, то тогда... Потому что у него более удобная фамилия, грубо говоря. Вот, грубо говоря, так. То, естественно, что и вторая сторона, которой тоже необходимо получить какое-то общественное благо, она ищет способы, вот вы говорили, я искал способ, как мне попасть ко врачу. И второй человек начинает искать способы, как попасть куда-то. Ну, или решить какой-то свой вопрос. Ну, мы говорим сейчас условно, абсолютно, например. Жизненную какую-то свою задачу. Ну, кстати, вот интересно, вот к этому приведу еще. А вот те, кто предлагает в этом случае человеку решить какую-то проблему за деньги, ну, за взятку, он, кстати, будет подлежать уголовной ответственности. Просто за обещание или даже за предложение быть посредником во взятой. Важный момент. Это очень интересно, да, просто сейчас как раз разговор зашел, вот именно, но вот поэтому люди пытаются искать кого-то, кто-то предлагает, несмотря на уголовную ответственность, разбирать эти ситуации. А кто-то, собственно, разбирает. А кто-то и разбирает эти ситуации. Вот и все. Получается, что система замкнутая. Когда мы говорим о коррупции, нельзя просто показать вот на эту группу людей, вот они плохие люди, они берут взятки, там, решите с ними все вопросы. Получается, что взятки-то они от кого берут? От людей, которые впоследствии же на них и показывают пальцем, что они очень плохие, которых они же и вынуждают это делать. Настолько неприятная, некрасивая взаимосвязь получается, как змей, который кусается там себя за хвост. И вот мы возвращаемся к началу нашего с вами диалога, а как этот вопрос вообще решить мирным путем, мирному регулированию. То есть, получается, сейчас, если я правильно понял, основной упор идет на ужесточение и, грубо говоря, опять же, на запугивание. То есть, человека с каждым днем стращают все больше. То есть, сейчас вот такой на тебя будет штраф, вот столько лет у тебя будет заключение, вот такого имущества мы тебя лишим и так далее, и так далее. Но пока, наверное, пока в некоторых странах у нас не идет за это совершенно жестокая ответственность смертной казни, да, с каждым годом просто увеличивается количество напряжения. Люди привыкли бояться, их уже сложно устрашить еще сильнее. Ну, понимаете, вот и есть эта проблема. Пока не будет изменена полностью система борьбы с коррупцией, я имею в виду, людей самих будет, вот этих, да, которые сейчас там находятся, которые сидят там с 90-х, с 80-х годов, у них совершенно другой менталитет. Они совершенно не адаптированы к современным реалиям, они хотя и везде декларируют о том, что мы хотим давать, например, развиваться бизнесу, они не понимают, что такое бизнес и не понимают, как ему давать развиваться. Даже если президент понимает это и дает установку определенную, то на каком-то этапе вот эта установка, она просто настолько и изуверским способом изменяется, что доходит уже до самого бизнеса в другом виде. Игра в испорченный телефон. Конечно. Есть даже ролики такого плана, когда стоит один через 30 человек уже показывает другой жест даже. Ну, а вообще, если как бы Угаков говорил, ну, писал в собачьем сердце, да, там, разруха-то она в головах. В головах. Да, то же самое и коррупция. Если мы привыкли, ну, я имею в виду наше население, нашей страны, вот так вот, то очень сложно вот это все перебороть, очень сложно это все переделать. Пока не будет кардинальных, резких движений, я вот повторюсь еще раз, ничего мы не сможем сделать. Какие бы ни были цели у государства, как бы ни хотели улучшить жизнь людей, это будет все натыкаться на вот этот вот барьер коррупционный. Именно на барьер, когда похищаются деньги государственные, государственные для там бюджета субъекта Российской Федерации какой-то, или муниципальные деньги, или кому-то делаются какие-то более преимущественные условия для развития какой-то конкретной компании или еще что-то. Даже здесь масса в Мурманской области примеров коррупционных всяких преступлений. Вот сейчас рассматривается в суде тоже преступления, связанные с коррупцией, так называемой. Это одни членов правительства Мурманской области. Да, громкое дело. Да, хотя там, если уж брать по существу, это какие-то совершенно неоправданные действия. Во всяком случае, из того, что сейчас видно из материалов, которые доступны для общего пользования. Да, из того, что уже доступно, что можно посмотреть. Совершенно понятно. Зачем эти люди так поступали? Мне, во всяком случае, даже с человеческой точки зрения это непонятно. Уже не говоря о том, что как прокурор в отставке, как юристу, что это такое? Ну, как бы странно это не выглядело. Самое главное, в контексте нашей с вами сегодня беседы, что это есть вот прямо сейчас. Вот, вытяни руку, попадаешь за окном, вот оно уже присутствует. А напомните, пожалуйста, буквально в двух словах, какое конкретно наказание грозит за дачу и приятие взятки? Дача взятки и получение взятки сейчас наказание по самым тяжелым, если частям садки, оно одинаковое. До 15 лет, от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафами, огромными штрафами, ну, серьезными наказаниями. Предусматривается отдельная ответственность из-за посредничества взяточничества, о чем я говорил. Да, то есть там тоже вплоть до лишения свободы, там и до 7 лет лишения свободы, в зависимости от частей и норм, которые конкретно будут меняться в вину. То есть это всегда лишение свободы, состав преступления, как правило, тяжкий, ну, либо особо тяжкий. Есть еще интересная норма, которая была введена, это мелкое взяточничество, так скажем, это когда взятка до 10 тысяч рублей, там тоже предусмотрена уголовная ответственность и тоже с лишением свободы. Но надо всегда помнить о том, что все-таки до 15 лет лишения свободы за совершение преступлений в сфере коррупционной, я имею в виду именно в сфере вот дачи получения взятки. Ну, есть возможность освобождения от уголовной ответственности. Это в том случае, если тот, кто дает взятку своевременно об этом уведомил правоохранительные органы уполномоченные и способствовал раскрытию этого преступления. Мы искренне надеемся, что у нас получится видоизменить сам менталитет, заглянув куда-то внутрь и глубоко. И у нас получится стать Сингапуром без начала их истории, убрав именно этот сегмент. У нас в гостях сегодня был прокурор в отставке Алексей Круглин. Меня зовут Николай Дукмос. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Всего доброго. Открытая студия.